Тот дом, который мы сейчас смотрели, полностью под ключ, 6 миллионов. Вот такой вот дом, 3 600. Приехали здесь выставка готовых домов, ну, какие можно построить. Интересно, сколько сейчас стоит частный дом. Построить. Блин, когда 6 лет назад здесь уже была эта площадка, но домов было штук 10, наверное, на часах в море. Тьма-тьмущая. Смотри, какой, Ксюх. Как морская, как на море будешь в корабле. С круглыми окнами. Нет, это мне не нравится, это какой-то маленький, стремный. Вот, прикольный, стеклянный, вот это моя, моя тема. Ты маленький. Не, ну он маленький, но он стеклянный. Вот, смотри, какая черемушка. Заходи. Ух ты. Ух ты. Вот это круто, да? Да. Нравится такой? Да, да, там есть стеклянный. Ну да, в четырех стороне посмотрела, думаю, такой отстойный. Не, офигенный. Ну вот это примерно и есть дом такой, моей мечты. Вот хочу обязательно дом, чтобы фасадная стена была такая. Такая стеклянная. Ну да, вот так и здесь такой. Ну вот второй свет. Можете еще посмотреть? О, вот этот был, помнишь, 6 лет назад? Вон, смотри, дом из контейнеров. Что, забавно. Офигенно, что? Вообще прикольно. Ух ты, наверное, в аренду. Тупо натолкал, сколько бы хочет. Ну да. Давайте в избушку закрыть. В избушку? Да. Она, наверное, закрыта. Ну, дверь закрыта, что видишь? Ну, попробуй сама. Закрыта? Да. Ну, видишь. Вот, кстати, тоже ничего такой. У меня было. Быстровозводимые дома. Отделочный материал из Японии. Как будто у нас своих материалов мало. Ой, смотри, с мишками дом. Открыта? Ну, пойдем, посмотрим. Не надо, не открывай. Да, пошли вниз. Да я вижу все. Все, я вижу. Пойдем. Вот такой домик, миллион семьсот стоит. Без отделки. Все полностью с фундаментом, с кровлей, совсем-совсем. Для меня главные условия, чтобы были большие окна, витриные такие. И внутри, когда в помещении минимум комнат, всякое вот это. Шлак. Я люблю свободную такую планировку. Вот. Примерно такую. А вот это, да. Вот это то, что надо. И все, что здесь есть, мне пока больше всего нравится. Здравствуйте. А можно какую-нибудь визитку попросить? Пойдемте. Ну, короче, тот дом, который мы сейчас смотрели, полностью под ключ, 6 миллионов. Особенно мне нравится то, что нету этих самых стен. Смотрим по сторонам. Посмотрела. Посмотрела, пошла. Что здесь такое? Вы спрашивали, что у меня за новая камера такая. Отвечаю, камера у меня Canon G7X Mark II. Компактная беззеркальная камера. Для влогов очень удобная и очень классная. Но у нее есть масса достоинств. У нее очень качественная картинка за счет очень хорошего объектива светосильного. 1,8 светосила. У нее очень компактный корпус. И что меня больше всего удивило, у нее очень хорошая батарейка. Того количества видео, которое я на нее снимаю на одну батарейку маленькую, на Canon 70D у меня ходило три батареи. Слабое место этой камеры заключается в том, что она плохо пишет звук, если ветреная погода. В принципе, на этом все ее минусы заканчиваются. Остальное это все одни сплошные плюсы. В океане мы цены посмотрели. Сейчас пройдемся по этому магазину. На основные группы товаров тоже посмотрим. Ну и поищем белорусский, естественно, как обычно. Яйца у нас стоят. Первый сорт 83 рубля. Второй сорт 46 рублей. А нулевой и нету, что ли? Да, С1. А С0 нету. Молоко 59 рублей. 81 рубля. 61 рубль, 2,5%. Ну, белорусскую, как мы видим, нету. Кто думал, что простоквашина белорусская, это не так. 4,6.0 ход. Российское молоко. Хотя есть и белорусское, но конкретно в России продают российское. Здесь у нас кефирчик. Литр 52 рубля. 49 рублей. 49 рублей пискаревский. Очень хороший. Ну, был 6 лет назад. О, Брест-Литовск, Беларусь. Аллилуйя, наконец-то. Так, цена 59 рублей. Брест-Литовск, 500 грамм, 4-процентная простокваша. Сметанка тоже белорусская есть. Тоже Брест-Литовск. 200 грамм. 45 рублей, 15%. 20% 54 рубля. И за 94 рубля большая. Ну, обычная сметана. Давайте. 15% 56 рублей. 330 грамм. 41 рубль. В общем, цены такие обычные. Мы в прошлый раз говорили, что смотрел не только белорусский. Давайте смотреть все подряд. На паузу ставьте, кому что нужно посмотреть. И смотрите. Тушеночка есть белорусская. Грут-Фудовская 229 рублей. Стало 299. Так, ну, российская 155, 159, 146, 145. О, снова белорусская. Тушенка снов есть. Стоит 146 рублей. Говяжья. Какая хочешь. Картофель деревенский. За килограмм 29 рублей. Отечественная 12,90. Картофель 2 килограмма. Пельмешки. Ну, вон пельмени ценники, блин. 449 рублей. 479 рублей. Пельмени почему-то в России очень дорогие. Ну, всякие соевые, конечно, дешевые. 579 рублей, видите. Перед отъездом в Минске нашли клевые пельмени, которые мне очень понравились. Огромное количество мяса. Они стоили 60 тысяч килограмм. 200 рублей. Даже меньше. Здесь 600. Ну, здесь так и есть. Здесь продукты по качеству, как белорусские, стоят раза в 3 дороже, чем в Беларуси. Примерно такая математика. 2,5-3. То есть вареную колбасу можно купить хорошую, но по белорусским ценам она будет стоить. Ну, 1180, может, 160. В Минске мы покупали офигенскую колбасу 60 тысяч белорусов. 200 рублей за килограмм, естественно. Кто не верит, можете зайти на сайт, где есть е-доставка.бивай. Там все посмотрите. Носочки 209 мужские. Сколько в Минске они стоят? Я уже не помню. Мужки я не помню. Хлопок. Продолжение следует...